Будет рекомендация по работе с продуктом, такой как Сарма 360. Будь готов к тому, что это крепко. Мы как бы никого не обманывали, это действительно крепко. Чистый американский бёрли. И у него есть свои особенности. Самое главное это прогрев. Всем привет, с вами Женя. Это Саня. Это Саня. Сегодня мы решили записать вот такое видео. Это будет рекомендация по работе с продуктом, такой как Сарма 360. Здесь мы расскажем свои какие-то особенности, которые мы выявили в процессе разработки продукта. Потом в последующем работе с ним. Ведь он отличается, правда, от основной линейки. С основной линейкой все у нас гораздо проще. Здесь у нас иной бленд. Ну, то есть здесь даже не бленд, здесь чистый бёрли, который взят из нашего основного бленда, который состоит из Вирджинии и бёрли, собственно. И у него есть свои особенности. Сегодня мы разберем чашки прямого сопротивления потока воздуха из-за прямоточной простонародии турки. Одна будет у нас теплоемкая вот такая глина, другая будет красная глина-турочка. И у нас будет просто фанула. Ален и классическая гармошка, как у Горжон. Да, расскажем просто небольшие особенности. И давайте начнем с первого. Это сырье, из чего это все у нас состоит. Здесь у нас лежит чистый американский бёрли. Что отличается от основной линейки, Санек? Отличается в том, что нет Вирджинии. Все правильно. Но бёрли тот же самый. Бёрли тот же самый, да. Тот же самый американский бёрли, привезенный из того самого штата Вирджиния. Он крепкий, но... Ну, относительно, да? Ну да. С точки зрения содержания никотина относительно крепкий, но сварен таким образом, чтобы все прямо осталось на своем месте, ничего никуда не улетело. Да. И начнем, давайте просто разберем сначала турочки. Это самый распространенный вообще формат, в принципе, чашки. У многих он есть дома. По-любому у всех он есть дома. И вот честно, от себя я бы дал рекомендацию, я бы курил ее на достаточно теплоемких чашках. Ну, по типу, допустим, у нас есть вот такая чашечка Тор. Возможно, какой-нибудь, там, не знаю, взять Демарт, может быть, какая-нибудь КС-очка. Подобного рода чашки мне нравятся больше. Именно по работе с Сармой 360. Почему? Потому что чашки достаточно теплоемкие. А сам продукт требует достаточно большое количество жара. Забиваю я всегда рукой. Все это дело я укладываю максимально воздушно. Колодь завидишь делать? Нет, колодец не буду делать. Нет. Не уважаю колодец. Ну, не то, что не уважаю, не знаю, не вижу в нем, наверное, смысла. Вот, все дело без колодца, максимально воздушно. И все это будет в легкое, деликатное касание шипами колауда, табачку. То есть прям легенькое-легенькое касание. Забиваю, кстати, один из самых уже, наверное, популярных вкусов 360. Все это мы выяснили по двум выставкам, которые у нас прошли. Это Джон Кальяна Фест и хукла в шоу Новосибирске. Это арбуз елки. Вот. То есть ничего, на самом деле, сложного в формате забивки. Это, не знаю, обычная забивка. Все максимально воздушно, легкое, деликатное касание, без какого-либо колодца. Как мы убедились, что даже если забивка самая обычная, лучше реально показать. Ну да, 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 потому что, не знаю, как это происходит, но... Больше будет внимания у тебя, правильно, на прогрев? Да, здесь мы больше именно обратим внимание, правда, на прогрев, как уже и сказал Саня. Прогрев, правда, он такой немного... Я не то, что даже скажу своеобразный, но к нему точно требуется подход. Так я буду греть эту чашку. Греть я буду на 4-25-х углях. Прям интенсивно. Правда, нужен интенсивный, хороший прогрев. Не знаю, я, наверное, возьму примерно, там, в районе 6-5 минут. В принципе, это также, опять же, да, я готов, закидывай. 5-6 минут точно не меньше. Правда, рекомендую не меньше, потому что продукт нужно прям тщательно, хорошо прогреться, саккумулировать на начальном этапе жар. Что происходит потом? После 6-ти вот этих там минут прогрева чашечки, мы начнем потихонечку, потихонечку снижать жар. То есть, словно говоря, мы раскурим его, начнем немного сесть все курение, потом скинем один уголек, и после этого, здесь уже нужен прям важный этап, нужно контролировать жар, потому что он может скопиться в таком большом количестве, что аромка просто в какой-то момент вас сожрет, реально, ее будет очень много, она будет очень интенсивная, и, ну, это будет точно неприятное ощущение. Это, возможно, там, сравнено с каким-то жестким ТХ, что-то еще. Но вот эта чашка, которая как раз-таки имеет большую теплоемкость, скидывав на ней температуру даже резко, она все равно будет его хорошо, то есть, задавать, потому что чашка сама набирает себе большое количество температуры, тем самым хорошо поддерживает температуру табачка. Поэтому с ней в этом формате проще. Что касается чашек, как раз-таки из красной глины, 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 примерно работает все точно так же. Но с жаром в последующем введение кальяна нужно просто будет немного подзаморочиться, чуть-чуть больше поиграть с ним. То есть на теплоемко это гораздо проще. Опять же, если говорить не только рекомендации, но и для людей, которым подходит продукт, это реально тем людям, которые крупят, крупят, что это за слово, курят прям несомненно крепкие продукты. Да тут, наверное, даже дело не в том, сколько, наверное, человек, ну, какой крепости человек курит, вообще сам опыт, наверное, курения будет определяющим. Ну, сможет, тоже наблеет. Да, сколько человек уже там дельту никотина свою повысил, потому что она дельту сразу перепрыгивает. Ну давай быстренько про фанелечки. Слушай, про фанельки все очень просто. Подобные глубокие фанелы я использую для Сармы 360 исключительно на фольге. Если брать что-то там для коллауда, то это будет, наверное, формат наподобие Биг Макса или Сирпа. Это будет под коллауд действительно работать хорошо. Но под коллауд мы будем делать Ален, поэтому это мы возвращаем обратно на свои места. Вообще, мне больше всего нравится Сарму 360, именно крепкую линейку курить именно на лёжке. Это то, что я действительно могу покурить, ну, в одного. Действительно могу покурить в одного, но это не значит, что я прям вот богатырь, который эту чашку вывозит на все 100%, и меня не накуривает. Меня еще как накуривает, только я не уделяю этой чашке слишком много времени, 30 минут и недостаточно. Не завиваем сильно плотно, просто набрасываем табачка сюда. Самое главное, просто равномерно, чтобы пустот не было нигде. И все, и аккуратненько выравниваем. То есть ты не будешь его прям плотно прижимать туда? Нет, 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 никакого смысла в этом нету вообще. Все равно нужно до этого нижнего слоя добираться. Там должна сохраняться аэрация, туда должен проходить воздух. Поэтому я сделаю уплотнение лишь верхнего слоя, а нижний у меня останется пушистеньким. И тогда у меня забивка проработает ровно 40 минут. Я получу всю дозу никотина, которая содержится в этой громовочке. Но при этом это будет, наверное, ну для меня это будет куриться точно комфортнее и точно спокойнее, нежели чем на турке. Я просто наоборот, человек, который курит все на чашках прямоточков, грубо говоря, с Аней вот... А я наоборот, да, что-то мне вот... Лучшая Алешка, я считаю, что мир ничего не придумал вообще. Ну если вот давай фанал просто в двух словах. Ты делаешь подобным родом тоже так же фанал, ты точно так же будешь забивать. То есть, грубо говоря, как Алешку... Если я буду забивать фанал под колаут, я буду делать прямо практически вровень. То есть отступ будет на фанале минимальный, там 1-1,5 мм. Ну вот, очень тонкий такой отступ. Это будет плотная забивка? Нет, это будет средняя плотность. Средняя плотность по всей высоте. Но если мы делаем на фольге, то там получается история та же самая, что и на олени. Это там слегка плотный верхний слой, полностью пушистый нижний слой и отступ по высоте вулкана. И не важно, какая чашка, какую чашку вы вязали, просто вот табак должен находиться на одной линии с вулканом. Обратите внимание на прогрев. Как мы забиваем, как мы будем это все дело, не знаю, укладывать вилкой, ложкой, руками, без разницы. И, наверное, мы советуем все-таки допускать, не бояться легкого касания. Потому что с отступом прогрев становится неприлично долгим. И да, курица это все мягко в последующем, но просто долгий, очень долгий прогрев. Поэтому допускаем просто легенькое касание и ничего не будет такого. Он там не сгорит, не выстрелит аромка в моменте, ничего с этим не будет. Просто главное не допускать вот этих, как раз таки, про которые говорил Саша, застоев. Не давать табаку заставиться и пытаться его прямо прокурить по максимуму. Ну, все нормально. Не знаю, я не испытываю никаких проблем в этом формате. Ну, это крепко. Ну, слушай, да, я, короче, отчасти непонятно, маленько, вот это вот, ну, типа, мнение людей о том, что это сильно крепко. Ну, то есть, это... Крепко на сколько? Ты знаешь, мне больше всего, наверное, это не возмущение, не, наверное, не понимание, наверное, я понимаю, что все люди разные, да, но коли же ты действительно заходишь на крепкий продукт, тебе нужно быть к этому готовым. Да, да. Если производитель заявляет, что это крепко, то, ну, будь готов к тому, что это крепко. Мы, как бы, никого не обманывали, это действительно крепко. И тут история, типа, ОТХ. Ну, то есть, мне непонятно, вот эта история ОТХ, потому что я к этой штуке человек, ну, типа, супер восприимчивый. Я тоже супер восприимчивый. Вот эта вот ОТХ какая-то лишняя, какое-то давление на горло, потому что, ну, я, допустим, когда курю сатир, у меня никакого ОТХ нету. Здесь я, когда курю, у меня тоже никакого ОТХ нету. Я чувствую легкое давление на горло, но я понимаю, что это мне вот, ну, не знаю, легкие, маленько поджимая, да, никотинчик со мной прямо начинает серьезно прямо работать. Но курица, это, ну, с точки зрения заявленной крепости, это комфортно курица для такой крепости, потому что крепость, действительно высокая. Да, поэтому просто если подытожить, то самое главное, это прогрев. Правда, интенсивный прогрев, хорошая аккумуляция жара на начальном этапе, то есть задать продукту прям хороший жар. Потом мы просто скидываем вот уголек, и здесь уже по мере поступления, как мы, насколько интенсивно курим, здесь уже регулируем температуру. То есть мы сейчас, я думаю, вот так на трех угольках еще покурим небольшое остальное время, да. 10 минут, потом придется делать на пирамидку, иначе у нас просто аромка не вывезет, берлики сахара нету, он не аккумулирует на себе. Поэтому нам нужно сохранить аромочку в хорошем и в хорошем температурном режиме. Поэтому мы говорим про наваливание температуры, но на это не на все сессии курения, а только на первых начальных таких этапах. А потом просто снижаем температуру и курим на комфортном плавном жаре. Вот, поэтому если есть какие-то вопросы, вы можете написать их всегда в комментариях. Есть наши соцсети, которые вы можете также обратиться к нам за советом, мы вам подскажем, поможем. С вами был Женя, Саня. Меня накурило. Меня накурило. Это не Саня, это меня накурило. Всем спасибо за просмотр. Всем до встречи, ребят. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok